Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия, российская армия развивает свое наступление в район города Славянск и, конечно же, в район города Северск на Донбассе. Примечательно, что союзным силам удалось обнаружить в качестве трофеев интересные мины калибра 60 мм тайваньского производства. Это, получается, мины аж с острова Тайвань приехали в Украину и, конечно, это очередная поставка со Соединенных Штатов. Откуда только ВСУ не поставляет оружие и вот уже помимо Канады и прочих стран Большой Семерки уже даже и Тайвань. Здесь, как говорится, это свидетельствует о том, что по сути со всех складов Соединенных Штатов Америки поставляют оружие и даже тех, которые находятся в Азии. Ну а в это время продолжаются ракетные удары российской армии по той части Донбасса, которая сейчас еще подконтрольна Зеленскому, по городу Часовой Яр. И здесь мы видим, что пятиэтажку практически наполовину разрушили таким ракетным ударом. Со стороны Зеленского сразу последовала молниеносная реакция в СМИ, что это якобы удары по мирным объектам. И все было бы хорошо, если бы в интернет не просочились фотографии конкретных пострадавших с вот этого объекта. На этом фото можно увидеть пострадавшего мужчину в военной форме и на этом объекте. Отсюда можно сделать опять же логическое умозаключение, что в этом доме все-таки располагались различные военные подразделения. Это конечно же прокол, потому что как известно, как только прилетает куда-либо ракета, то там запрещают строго-настрого снимать различные фотографии, чтобы именно вот такие фотографии не попали в сеть, там где видно, что все-таки этот объект использовался украинскими военными. Поэтому граждан Украины, которые не могут выехать по каким-либо причинам с Украины на время боевых действий, нужно просто четко понимать, что если в жилом доме расположились различные военные подразделения, там либо СБУ, либо ВСУ, либо Терриоборона, либо еще какие-то военные подразделения, то этот дом небезопасен, потому что скорее всего рано или поздно туда все-таки наведут российскую ракету и тогда этот дом либо частично, либо полностью будет разрушен. Поэтому либо нужно делать все возможное, чтобы там в этом доме не было никаких военных, чтобы этот дом сохранить, либо все-таки если нет такой возможности переубедить военных, чтобы они оттуда ушли, то этот дом нужно покидать полностью и конечно делать все возможное, чтобы там никто из мирных жителей не находился. Жителям Украины нужно конечно же четко понимать, что на Западе очень заинтересованы в том, чтобы среди мирных жителей было как можно больше жертв. Именно поэтому сейчас в различные жилые дома, там где живут обычные мирные жители, туда подселивают по 5, по 10, по 20, по 15 человек различных военных подразделений и конечно эту информацию рано или поздно скидывают в штаб российской армии и собственно тогда вот этот уже объект рассматривают как военную цель. Из практики можно сказать, что самый действенный способ выселения военных с различных объектов это конечно же публичность. То есть если вы этих военных информируете, что где-то якобы в каком-то ресурсе есть информация, что по конкретному адресу есть украинские там военные различные подразделения или люди с оружием, то тогда с этого адреса в процентах 90 вероятности эти подразделения моментально исчезают, понимая опасность. Ну а тем временем Зеленский продолжает обстреливать города ЛДНР и здесь мы видим, что больше всего достается конечно же городу Донецку, потому что его регулярно обстреливают как минимум двумя-тремя сотнями артиллерийских снарядов, конечно из американских гаубиц, которые недавно доставили в Украину. И складывается такое впечатление, что реально на фронте эти американские дальнобойные гаубицы практически никак не используются, их поставляли в Соединенных Штатах Америки исключительно для того, чтобы использовать их для обстрела живых кварталов Донецка, Горловки и других городов. Обратите внимание, что до момента появления дальнобойных американских гаубиц, то территорию Донецка и других городов особо не обстреливали, особенно жилых домов. А здесь мы видим, что как только американское оружие появилось у выраженных сил Украины, то здесь уже просто массированный каждодневный обстрел. Естественно про эти обстрелы и про жертв среди мирных жителей, среди детей вообще запрещено говорить в западных так называемых средствах массовой информации. Конечно же в украинских средствах массовой информации об этом полностью молчат, но тем не менее нужно конечно же делать выводы с учетом того, а зачем же все-таки поставляются натовских стран вооружение, либо все-таки для обороны, либо все-таки для нанесения ущерба мирным жителям. Но тем временем Россия не сидит сложа руки, потому что уже можно на этих кадрах видеть, как в республике Донецкую и Луганскую народные республики уже поставляются ОТРК.У. Потому что конечно в российской армии их не используют, но тем не менее с учетом таких каждодневных обстрелов города Донецка и близлежащих городов, то по факту мы видим, что российским руководством было принято решение предоставить вот этим республикам в большом количестве ОТРК.У. Как известно, на складах Российской Федерации есть очень большое количество оперативно-тактических ракет .У, которые сейчас массово будут передавать в Донецкую и Луганскую республики. И это говорит о том, что теперь для артиллеристов вооруженных сил Украины с американскими гаубизами или с какими-то другими, то настают реально тяжелые времена, потому что этими ракетами можно причинить очень серьезный ущерб. Опыт боевых действий показал, что даже когда используют точку У украинская армия, то это достаточно грозное оружие. Если сейчас мы видим, что у вооруженных сил Украины точка У практически закончилась, потому что уже они вынуждены переходить на различные американские системы типа Хаймарса, потому что ракета уже к точке У не осталась, то тем не менее мы видим, что сейчас в очень большом количестве и изобилии появятся точки У у конкретно Донецкой и Луганской народной республики. Друзья, теперь небольшое объявление. С учетом того, что на Ютубе есть масса ограничений, самые интересные видео я не могу публиковать у себя на Ютубе здесь, поэтому я их публикую у себя в Телеграм-канале. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Переходите, подписывайтесь. Ну а тем временем в Донецкой народной республике приговорили двух националистов из полка АЗОВ к высшей мере наказания. Мы видим, что постепенно идут расследования в отношении военных преступлений, совершенных на территории предприятия АЗОВ стали, конечно, в городе Мариуполь. Поэтому можно предположить, что это далеко не последние националисты, которых привлекли к ответственности. Будут, конечно же, и еще. Но также было бы все-таки интересно узнать судьбу заграничных наемников, которых уже больше месяца назад приговорили к смертной казни. И информации до сих пор по этому поводу вообще никакой нет. А по законам Донецкой народной республики в течение месяца есть срок на подачу апелляции. Апелляцию из заграничных наемников, насколько мне известно, никто не подал. И, собственно, сейчас нужно понимать, какой будет закономерный итог. Ведь, по сути, город Мариуполь был практически полностью сожжен. И теперь мы видим, что по факту Российская Федерация сейчас восстанавливает все то, что было уничтожено. Причем восстанавливает это на таком, знаете, очень серьезном уровне. Потому что в Мариуполе сейчас работает очень большое количество различной техники. И уже по новым проектам формируются и жилые дома, и различная инфраструктура, и так далее. Строительную технику и строительные бригады пригнали практически со всей России. И поэтому сейчас в Мариуполе идет самая массовая стройка. И здесь мы, конечно, тоже должны понимать, что стройматериалы подвозят морем через порт, который вот недавно уже открылся и нормально начал функционировать. Потому что по железной дороге, если вы обратите внимание на вот эту карту, то здесь вот железная дорога проходит рядом возле линии фронта. И это на самом деле очень небезопасная история. Но тем не менее, я думаю, что по железной дороге, как только линию фронта немножко отодвину, то будут также поставлять различные стройматериалы. И, конечно же, настроят уже более глубокую экономическую кооперацию с Мариуполем, Запорожской областью, Херсонской областью и так далее. Самые выгодные для экономической кооперации, это, конечно же, железнодорожные перевозки. Поэтому, с учетом такой карты железных дорог Донецкой области, то мы должны опять же четко понимать, что как только настроят нормальное ЖД-сообщение, то тогда уровень благосостояния населения в тех регионах, которые сейчас, к сожалению, страдают от безработицы и от многих других неурядиц, то, конечно, будет постепенно расти. Также мне от подписчиков приходит ряд информации касательно того, что, например, на территории Херсонской и Запорожской области очень невыгодны там обменные курсы и так далее, много других есть различных перегибов и прочее, и просят рекомендации, что же делать в этом случае, если конкретно различные спекулянты наживаются на тех людях, которые сейчас и так остались во многом без работы и источника к существованию. Таким всем людям, которые столкнулись с несправедливостью, я рекомендую обращаться в различные военные комендатуры, к людям, которые за это отвечают. Потому что система работает так, что нужно обращение снизу для того, чтобы машина начала работать. И здесь, я думаю, что если вы становитесь свидетелем того, что где-то там происходит какая-то там нехорошая история, какие-то злоупотребления, какая-то манипуляция с курсами обмена и так далее, то здесь нужно просто уведомлять в том порядке, в котором предусмотрена военную комендатуру и так далее, и тот орган, который за это отвечает. И тогда реакция в любом случае будет. Так работает система, и это важно знать. Ну а вот Зеленский тем временем решил отдать золотовалютный запас Польше, потому что уже есть понимание, что в Украине хранить золото небезопасно. И как известно, в Украине есть чуть-чуть, но тем не менее есть золото. И это примерно 26-28 тонн. Украина приняла решение передать Польше на хранение собственной золотовалютной резервы до нормализации обстановки, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николаевичук. На самом деле это достаточно спорное и рискованное решение Зеленского, потому что вероятность того, что Польша вернет это золото в Украину, ну примерно стремится все-таки к нулю. Потому что объективно все помнят историю, например, с золотом Венесуэлы, и это золото Британия, как говорится, не отдала до сих пор. Хотя Венесуэла, по сути, на хранение предоставила Британии золото, а потом эта история, как говорится, встала ровным счетом. Так что Британии просто невыгодно было его отдавать, и Венесуэл решили просто ограбить. Ну, собственно, это, конечно же, история не новая, потому что через санкции Соединенные Штаты Америки и Британия ограбили как Ливию, как Афганистан, как и Ирак, ну и как и Россию с помощью антироссийских санкций. Не сложно догадаться, что в отношении Украины, как только Украина вдруг, если в будущем захочет получить свое золото обратно, то возникнут различные политические условия и требования, которые будут конкретно предполагать, что в Украину золото никакое не приедет. И это объективная реальность. И данный график тому подтверждение. Это график того, сколько в Украине было конкретно золото в слитках. И вот, как мы видим, что во время Януковича уже просто устремился в пик этот график. В район 45-46 тонн золота имела Украина. Но как только победил так называемый Евромайдан, то мы видели тогда, что Яценюк примерно 20 тонн по данным и средствам массовой информации вывез, конечно же, к своим родным Соединенным Штатам Америки. И мы видим, что по факту эти 20 тонн условно золота никто в Украину не вернул аж до 2022 года. Ну и надеяться на то, что их кто-то вернет, тоже не стоит. Но тем временем западные экономисты наблюдают, как инфляция устремляется в небеса. Потому что это график вот инфляции конкретно Соединенных Штатов. И мы можем даже по этому графику определить, когда, собственно, был совершен удар по Путину различными антироссийскими санкциями. И с учетом такого графика мы видим, что все-таки, что американцам удалось в большей степени ударить именно себя. И тут я думаю, что американским политикам и экономистам нужно срочно подготовить еще один пакет российских санкций, чтобы этот график был еще круче, еще выше показателя инфляции. Потому что, судя по всему, у американских экономистов, американских политиков реально получается бить по России так, что получается в большей степени страдает американская экономика. Это уникальный парадокс, но тем не менее это факты. Ну а тем временем в Европе за отставкой Бориса Джонсона начинает уже просматриваться отставка канцлера Германии Шульца. Потому что вот уже западная пресса его уличила в очередном скандале. Оказывается, что партия Шульца, она использовала на различных своих вечеринках вещества, которые помогают, знаете, переспать с женщинами. И таким образом здесь можно сделать вывод, что практически это называется в Европе сексуальный скандал. И за такими сексуальными скандалами, конечно же, следует обычно отставка. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю те видео, которые не могу по ряду ограничений выложить на ютубе. Поэтому ссылка в описании и первым комментарием под видео. Подписывайтесь и до скорого!